Наша программа продолжается, у микрофона Ирина Кленская, в гостях у нас Александр Васькин, известный писатель, историк, историк Москвы, автор серии удивительной и прекрасной, которая называется «Повседневная жизнь человечества». Сегодня повседневная жизнь отпускника русского, российского человека, российский человек в отпуске. Каково это? Какое наслаждение, какое разнообразие? Да, вот это очень интересное слово. Разнообразие. Я бы даже сказал, разнообразие куда больше, нежели остальные 11 месяцев. Человек работал, ходил на завод, работали по 10, по 30, по 50 лет на одном предприятии. И в одной должности многие получали, как ветеран труда, почетное такое звание. А тут, понимаете, тут можно было проявить себя во всех ипостасиях. И потом простор. И просторы мыслей, и просторы поступков. И вот мы говорили о туризме, и у меня интересные данные в книге приводятся. В 1980 году свой отдых на туристских маршрутах провели более 10 миллионов человек. Это очень много, учитывая, что в Советском Союзе сколько там, 240 миллионов проживало. Но это порядочно, да, вот самодеятельность такая интересная. Ну, мы с вами вспомним фильм «Порт Лото-82». Вот вам пример. Там есть база такая туристическая, да, где выдают снаряжение, где вот эти маршруты проложены, по которым люди путешествуют, да. Там они всё ищут, вот этого обладателя билета лотерейного, фильм Леонида Гайдая. И он, в общем-то, этот туризм и пропагандировал. С другой стороны, ещё и пропагандировал лотерею. Помните, 36? Да-да-да. 6 из 46, 5 из 36 и так далее. И мы видим действительно много очень людей. И эти самые маршруты, они всегда где-то заканчиваются. Там невозможно было потеряться. Но он говорит им, директор этой базы, что осторожно попадаются животные, не обижайте их, товарищи. И, безусловно, можно было не ехать в горы. Под Москвой была своя горнолыжная база «Турист» она называлась. В Крылацком можно было кататься на лыжах, тем, кто любит горную лыжу. На Орбьёвых горах, на Нагорной спуск. И до сих пор, по-моему, он существует. Пожалуйста, можно было в комиссионных магазинах купить не так дорого снаряжение. Потом сдать же в эти комиссионные. Чем они были удобны, кстати? Ты покупаешь, потом сдаёшь. Вот сейчас этот сервис есть, где все всё продают. А тогда тоже система была развита. С помощью комиссионок они были в каждом районе. Сдавай, когда-нибудь купят лыжные ботинки, те же лыжи. Безусловно, было очень мало импортного. Тогда всё производили сами. Вот это прекрасно было. Прекрасно. В определённой степени, да. Мукачевская фабрика такая была. Ну, работали заводы. Да, она производила вот эти лыжи знаменитые. В Карелии, вот, кстати, недавно я был в Карелии в том году. Тоже мне сказали, что не работает больше там комбинат, который производил лыжи знаменитые. Карелия. Карелия. Такие были хорошие лыжи. Ничего сделать не можем. Ничего. Всё импортное, всё китайское. Так что когда-то всё было своё. Своё. И хорошее довольно, хочу вам сказать. Прекрасное. Так что как тут не вспомнить, опять же, в даймбайский вальс Юрия Висбера. Лыжи у печки стоят. Гаснет закат за горой. Месяц кончается март. Скоро нам ехать домой. Вот прекрасный гимн, да, даже скажем так. Гимн этому виду отдыха. Советские люди выезжали не только летом, но и весной, когда знали, когда можно покататься. Ну да, и солнце весеннее. А что касается байдарок, в 60-е годы это стало популярно, то в основном этим видом отдыха увлекалась научно-техническая интеллигенция. Вот тоже интересно, Саша, да, какие-то определённые виды отдыха и виды спорта как-то распределялись классово. Интеллигенция любила альпинизм, любила байдарки, любила авторские песни. Да, и здесь, кажется, всё сошлось. Сошлось, соединились. Всё соединилось, потому что люди с высшим образованием, видимо, они и отдых свой придумывали, да. Потому что люди там со средним образованием, они отдыхали в других условиях. К их услугам были прекрасные санатории, пансионаты или, как говорили, здравницы. Здравницы, да. Здравницы называли. Помните, как товарищ Саахов сказал? Всесоюзная здравница. Он сказал, Кавказ, да, он сказал, всесоюзная здравница. Действительно, это всё правда. Куча этих городов, синтоки, минеральные воды. Пей воду, да, лечись там. Лечись. И после месяца пребывания в таком санаторе человек возвращался на родной завод физически... Крепким. Крепким. Крепким, конечно. И, так сказать, ещё в психологическом плане. Многих было не узнать. Как огурчик был такой. Как огурчик. А уж члены полетбюро как отдыхали. Да, эта тема, конечно, отдельная. Она не требует такого разговора в суе, как говорится. Она требует много фактов. Да, и я как-то... Дневники Леонида Ильича Брежнева. Оказывается, он вёл дневники. Аж три тома. Три тома? Нам смешно. И вопрос такой сразу, что же он там писал? Да, да. Писал. Он конспектировал. Конспектировал свой отдых в том числе. И очень подробно. Очень подробно. Например, он пишет, описывает 70-е годы. Приехали, значит, в отпуск, приземлились на самолёте. Пообедали. Съел борщ. Потом пошёл, к примеру, помыл голову детским мылом. Вот это всё... Он описывает. Да, это всё описывает. Это интересно. Я в одной из книг просто цитирую и пишу, что Леонид Ильич это был человек, в общем-то, такой же, как мы все, как бы. Мыл голову туалетным. Да, и всё. Борщ любил. А сметану ел прямо из банки магазинной. То есть он вот настолько был неприхотлив. Я так думаю, что сметана была не из магазина всё-таки, а из спецприёмника. В магазине тоже было, кстати, в то время, сметану в магазине уже в разливе. Помните? Разливали. Там же как бы сметану не разбавляй, я уже разбавил. Это была записка одной продавщицы, другой. Ну, действительно, иногда водой разбавляли, отщёлкивалось, так называемое. Ну, что делать, Саша? Ведь каждому хочется заработать. И главное, вот сейчас тоже такого нет. Вот абсолютная банка для сметаны, это же тоже редкость. Это в Москве, а вот на Дальнем Востоке. Когда Роман Карцев рассказывал давно вот о своих кастролях с Виктором Эльченко, это было далеко-далеко, куда продукты завозили специально. И вот однажды, говорит, подарили нам банку сметаны. Это был подарок шикарный в тех краях, где даже сама банка была на вес золота, их не было, там банок. 700-граммовая банка, помню, была очень удачная. То есть сметану покупаешь. Но опять же, сметана должна была быть свежая. Иначе будет плохо. Да, она так наливала ее. И очень профессионализм был большой такой. Чтобы понимать, не пролить ни один и капли. Она вовремя так прекращала наливать. Наливать. Так что есть, конечно, о чем... Высокое мастерство. Высокое мастерство. Отличник советской торговли это называлось. И продавец вот с этим значком он ходил. Ну, что делать? Конечно, радовался этому значку. Ну, бывали и другие работники. Мы, конечно, о них поговорим. Ну, если говорить вот о теме байдарок, была такая двухместная байдарка «Луч». А еще были «Салют» и «Тайминь». Вот все отечественное. Это сейчас китайское все. И можно было взять эту байдарку разборную. Да, и на себе, даже на машине. Кого была? Да, на багажнике. Даже на Запорожце она помещалась. Друзьями. Вот поехать, поехать по необъятной родине. И спускаться на байдарках. Даже сейчас многие, но уже не молодые, я хочу сказать, люди о уже таком возрасте. Те, кто когда-то, еще в 80-е годы проводил так свой отпуск, вот сейчас по-прежнему это распространено, и слава Богу. А если еще и моторчик захватить, маленький, вообще красота. И спали в палатках, готовили на костре. Ну, я сейчас не говорю об еще одной особенности отдыха, как вы понимаете, потому что все-таки такое количество туристов, которые присутствуют на природе, это все-таки и на природу оказывает влияние в определенном смысле. И не совсем хорошее. Это мы все понимаем, потому что людей много. Убираться не все хотят. Вот об этом и речь. Но это такой уже не очень радостный повод, безусловно, для обсуждения. Вот здесь были недоработки. Да сейчас они остались, Саша. Вот в лес войдешь, ну, думаешь, ребята, вы только что уехали. Да. Ну, уберите за собой. Ну, почему? Закопайте. Закопайте. Сожгите. Увезите мусор в бутылки. Ну, что делать? Ну, что делать? Ну, об этом Барда не писали. Не писали. Но зато они говорили о голубых городах, которые хочется увидеть, которые доставляют радость. Желание другой жизни все-таки было у людей, Саша. Желание какого-то простора, свободы, романтики. Вообще, надо сказать, что люди 60-х, 70-х годов, это люди романтически настроенные. Почему романтически? Многое, как они думали, впереди. Впереди счастье. Кто-то верил в коммунизм, наверное, кто-то в другое что-то. Но на чем основана романтика? На ощущение, на вере. Ну, если хотите, не светлое будущее. А что еще будет хорошо что-то? Вот, понимаете, а будет ли оно? Обязательно. Помните, как в том фильме, по-моему, «Весна на Заречной улице», оттуда это вот, когда они разговаривают, а будет ли оно, счастье? Я уж не помню, из какого фильма. Обязательно будет. И вот это счастье, ощущение, вера, что оно наступит, она эту романтику подпитала. Подпитала. Другой вопрос, наступило ли счастье? Ну, это уж у каждого, каждому как повезет. Голубые города все-таки привлекали. Спасибо, что слушали нас. Сегодня мы попытались вспомнить, как и виды отдыха любили люди. Несколько десятилетий назад немножко пофантазировали, вспомнили, вздохнули, потому что много прекрасных мгновений было, о которых хочется вспоминать. Молодость была. Спасибо, что слушали нас. Голубые города ждут. Мы услышим сейчас эту песню. Я напомню, Александр Васькин, писатель известный, историк, историк Москвы, наш гость, друг редакции Ирина Кленская. Мы были в студии. Всем счастливо, всем удачных дней. Ну, и пусть у каждого будут свои голубые города. Города, где я бывал, по которым тосковал, Мне знакомы от стен и до крыш. Снятся людям иногда их родные города. Кому Москва, кому Париж. Ну, а если нет следов на асфальте городов, Нам и это подходит вполне. Мы на край земли придем, Мы заложим новый дом, И табличку прибьем на сосне. Все на свете города Не объехать никогда На любой остановке сойди. Есть у нас один секрет На двоих нам сорок лет, Как говорят, Все впереди. За ночь ровно на этаж Подрастает город наш, Раньше всех к нам приходит рассвет. Снятся людям иногда Голубые города, У которых названия нет. Снятся людям иногда Голубые города, У которых названия нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова